В Владивостоке завершился проект «Школа молодого драматурга». Его участники получили сертификаты об обучении. Всего было представлено 10 работ и, несмотря на сжатые сроки, начинающие драматурги успешно справились с поставленной задачей. Героями их пьес стали участники спецоперации, их родные и близкие. Мы хотели, чтобы ребята написали пьесы, которые отражают действия СВО, но с юмором, в позитиве. Я говорила уже в начале, что нам нужны современные Василии Теркины, Иваны Бровкины с русской смекалкой, с хитростью, с позитивом. Да, сегодня на очитках, может быть, и не было такого прям юмора и позитива, но, вы знаете, меня поразило то, что молодежь написали пьесы настолько с глубоким смыслом, с пониманием жизни, с подходом правильным. За месяц начинающие литераторы постигли азы драматургии на бесплатных семинарах и мастер-классах. По словам режиссера-педагога Николая Пинчука, для него участие в проекте стало определенным вызовом. За достаточно короткий срок обучить основам драматургии и написать пьесы о спецоперации, за которые возьмется не каждый профессионал. Ребята, которые все-таки смогли написать пьесы, которые успели до конца нашего семинара, они тоже, я читал все эти работы, все очень к этому отнеслись глубоко, неповерхностно, очень серьезно, то есть все вот именно по такой творческой совести, то есть там всему веришь, читаешь веришь, веришь этим героям. Всего на участие в школе молодых драматургов поступило 88 заявок, из которых организаторы отобрали 55. В ближайшее время в Краевом театре молодежи пройдут театрализованные читки созданных пьес. В дальнейшем планируется продолжить литературно-театральный проект и набрать новую талантливую молодежь. Как признаются участники проекта, для них это был новый и весьма необычный опыт. Я абсолютно новичок в деле написания пьес, драматургии. Это был очень интересный опыт и, честно говоря, я не ожидала, что мою пьесу так отметят и тепло примут. Была полная неожиданность. Напомним, в прошлом году правительство Краев впервые учредило премию для поощрения и поддержки молодых авторов и исполнителей. Анна Дьякова, Екатерина Князева, Новости на Восьмом.